Добрый вечер. Это программа «Археология» в студии Сергей Медведев. У нас сложилось давнее и плодотворнее сотрудничество с журналом «Про и контр», который издает Московский Центр Карнеги. Естественно, мы не могли пройти мимо того факта, что один из последних номеров этого журнала назывался «Москва как физическое и социальное пространство». В нашей программе мы очень часто говорим о Москве, об общественном, просто о публичных пространствах так называемых. Мы говорили о различных памятниках, о статусе москвича. В общем, Москва постоянно возвращается в наши археологические размышления. Ну и тут, конечно, случилась такая приятная неожиданность, как были объявлены нам выборы мэра. И вот в связи с этим хотелось бы поговорить с нашими сегодняшними гостями, которые представляют авторов вот этого вот номера журнала «Про и контр» про то, является ли Москва единым социальным и, соответственно, политическим пространством. Какова внутренняя география и топология Москвы? Существуют ли внутри Москвы расколы на какие-то там индустриальные, постиндустриальные зоны? Как голосуют москвичи? Как они голосовали на президентских выборах? Как они голосовали на парламентских выборах? Чего нам ждать от мэрских выборов? Так что давайте поговорим о неких внутренних расколах внутри Москвы. И наши гости, которые помогут сегодня нам это сделать, это Ольга Вензина, ведущая научный сотрудник Института географии Российской Академии Наук. Добрый вечер. Добрый день. Алексей Левинсон, заведующий отделом социокультурных исследований Левада-центра. Добрый вечер, Алексей. И, собственно, главный редактор вот этого самого журнала «Про и контр», выпускаемого московским центром Карнеги, Мария Липман. Добрый вечер, Мария. Добрый вечер. Ну, вы знаете, главное, что я хочу понять относительно Москвы, чем она сейчас является. Я помню как-то вот у Владимира Попернова есть такой небольшой этюд под названием «Рынок и крепость». Вот он пишет, что все города бывают и город-крепость, и город-рынок. И вот Москва всегда изначально была городом-крепостью, потому что это, собственно, посад при Детинце, при Кремле, который затем прирастает некими оборонительными кольцами, которыми являлся белый город, земляной город, превратившийся в бульварное кольцо, садовое кольцо, сейчас фактически, да, третье кольцо, которое тоже никак не пересечь спокойно человеку. Так что вот Москва нынешняя, это по-прежнему город-крепость, город-привластие? Или это уже более сложная какая-то агломерация? Ольга. Как географу. Мы все замерли в ожидании, кому этот вопрос. Да. Ну, я бы хотела избежать прямого ответа, потому что помимо Владимира Попернова есть в теории городов другие авторитеты. Погласен. И я бы скорее говорила об Анрие Лефевре, который тоже рассматривал такую эволюцию города. И он говорил о том, что города сначала возникли как некие политические образования в античную эпоху, и когда мы говорим о полисе, мы забываем, что тогда полис – это был и демос. И что тогда были города-государства, и они выполняли не столько роль крепости, а сколько такую функцию организации общества. Потом вот это вот представление о городе-крепости, оно пришло значительно позже. Это уже в средневековую эпоху, когда город вначале был крепостью, потом он стал рынком и так далее. По мере развития там буржуазного общества город превратился в такую, если хотите, ценность обладания. То есть это шло еще от эпохи средневековья, когда были суверены, вассалы, и вот население городов начинало осваивать через рыночные отношения, начинало осваивать совершенно другие социальные отношения в обществе. Ну, потом все это сильно-сильно менялось, и на сегодняшний день, конечно, город – это такая ценность пользования и ценность обмена. То есть, живя в городе, мы постоянно, вы упомянули, публичные пространства, они для нас вадошли… То есть то, что мы горожане, для нас важно не только то, что мы здесь владеем какой-то недвижимостью, или мы владеем какими-то правами на этот город, а то, что мы можем всем этим пользоваться, и то, что это активно используется и в процессе там социализации, и в процессе формирования общества, и то, что вот этими ценностями мы можем постоянно меняться. Ну да, право распоряжения и постоянный обмен в этом смысле. Но все-таки здесь меня интересует очень вопрос города при власти. Вот это вот то, что вот в журнале у вас, Маша, было обозначено как рента столичного статуса. Она по-прежнему является определяющей вот в таком мироощущении москвича? Да, ну вот то, что вы сказали о ренте столичного статуса, это, собственно, заголовок статьи Натальи Забаревича, которая говорит о том, что в высшей степени влияет эта рента на то, как развивается Москва, и то, какую роль она играет в жизни страны, и какую часть она составляет по самым разным параметрам от России в целом. Это тот процесс, который, разумеется, существовал и прежде, но стал развиваться по-новому, когда возникла в России рыночная экономика. И то, что в России очень сильна тенденция к централизованному управлению, и, по-видимому, больше, скажем, в последние десятилетия, чем в предшествующее, из этого следуют самые разнообразные вещи. Это не только колоссальный здесь государственный аппарат, который расположен в Москве, но и то, что штаб-квартиры крупнейших компаний, которые в России работают, в основном располагаются в Москве. Это удобно в рамках централизованного управления тем, кто управляет, потому что важные люди, которые хочется держать под контролем, которые потенциально могут захотеть из-под этого контроля выйти, находятся под боком. Но это удобно и самому бизнесу иметь свое руководство поближе к руководству страны, и потому что близко к руководству страны необходимый элемент для того, чтобы существовать, и для того, чтобы существовать успешно, и для того, чтобы извлекать прибыль, и для того, чтобы чувствовать свою политическую безопасность внутри страны. У этого факта, от того, что крупнейшие компании свои штаб-квартиры имеют в столице, у него очень существенные последствия, конечно, и для Москвы. И раз штаб-квартиры здесь, то и налоги платятся здесь. И это определяет колоссальный объем московского городского дохода, московского регионального валового продукта. Но Москва, как я понимаю, она вообще непредставима вне власти сегодня, в нынешнем своем вещи. То есть, скажем, какие-то там утопии о выводе, скажем, о децентрализации власти, даже вот создание большой Москвы. Я не могу представить, как это повлияет, не говоря уже о том, что, скажем, перенести, разнести столичные функции, как в каких-то таких долгосрочных прожектах бывает по разным городам. Это вообще невозможно представить? Москва вне центральной власти? Ну, если этот вопрос мне, ни одну столицу нельзя представить вне центральной власти. И, безусловно, столичные функции, как важнейшие функции городского развития, они являются одним из драйверов этого развития. Это касается в равной мере что Вашингтона, что Москвы, что Берлина, что Парижа. Но Нью-Йорк как-то существует? Нью-Йорк является столицей. Ну, понятно, но как бы он культурной, так скажем, глобализационной столицей Америки он является. Город может существовать без власти, без центральной власти, без федеральной власти, как угодно, без государственной власти. Но если город является столицей, государства, то центральная власть дает ему дополнительные аргументы, дополнительные козыри в его развитии. Поэтому это проблема не только Москвы. И второй важный момент. Я бы все-таки не преувеличивала значение нахождения центральной власти, как бы оно велико не было. Потому что власть не контролирует все тотально. И интересы бизнеса очень часто бывают не в меньшей степени важны, чем интересы власти. И то, что Москва привлекает, особенно в постиндустриальную эпоху, многие виды экономической активности, это связано не только с тем, что здесь находится центральная власть. Это связано с тем, что здесь, во-первых, есть необходимое качество населения с соответствующим уровнем образования. Есть необходимая обеспеченность коммуникациями, есть та городская среда, в которой хочется жить. Скажем, вот простой пример, не касающийся Москвы. Компания Ниссан выбирала, где ее расположиться, в Перми или в Петербурге. Был выбран Петербург по той причине, что менеджмент хочет ходить в Мариинский театр, а не Пермь. То есть такие факторы тоже играют существенную роль. Поэтому тут все сводить к столичной ренте тоже нельзя. Маша. Я просто хотела бы к этому добавить, что, разумеется, не все сводится к столичной ренте, но просто Москва отличается от многих других столиц, хотя, наверное, не от всех. Не все столицы являются самым большим городом в стране, не все являются самым богатым, не все являются центром притяжения для всех людей с амбициями, какими бы эти амбиции ни были. Но все это вместе чрезвычайно характерно именно для Москвы. Москва – центр, разумеется, не только для тех, кто хочет работать непосредственно в структурах власти, но и для всякого человека, который хочет как-то самореализоваться. Здесь и самые лучшие вузы, и самая лучшая наука, здесь центр и культурный, и центр стиля, центр моды. Как это вспоминается, вот это, помните, Москва слезам не верит. Журналисты, режиссеры, дипломаты, и все они мужчины. Вот это, помните, да? Ну да, но если сравнить даже действительно с Вашингтоном, это, разумеется, далеко не самый крупный город. Да. И в смысле культурной столицы Соединенных Штатов, конечно, это не Вашингтон. И я думаю, что в этом смысле, может быть, Москва похожа в большей степени на Париж, чем на Берлин, который, ну, в силу разных обстоятельств там был столицей куда меньше, и некоторым образом другой страны некоторое время. Ну да. Но именно Москва сочетает в себе абсолютно все. Она и самая богатая, и самая желанная для проживания, и власть здесь, и доход здесь. Ну, столица моноцентричной культуры, каковы была и Франция, в общем-то. Алексей. Я хотел бы сказать, что Москва отличается, вернее сказать, Россия отличается тем, что в ней, по сути дела, есть только один очень большой город. А вот все другие, Петербург, Новосибирск, Нижний Новгород и так далее, они далеко не такие большие, как Москва. И речь не только о количестве жителей, но и о количестве функций, которые они внутри себя собрали. Вот в том номере журнала, о котором вы говорите, есть очень интересное соображение о том, что в России не выполняется вот такое правило, где, в общем, города должны отличаться друг от друга, так сказать, кратно, постепенно, так сказать, по постепенно убывающей такой шкале. Москва настолько больше всякого другого и, по сути дела, всех других городов вместе взятых, что это создает в стране достаточно сильно ощутимый, так сказать, дисбаланс. И очень многие, я слышал об этом десятки раз, путешествуя по стране и проводя там интервью с людьми самыми разными, считается, ну, само собой разумеющимся, что Москва не Россия, Россия не Москва. Это, так сказать, утвердитеты, но это все равно утверждение, оно, как бы сказать, одновременно является и пошлостью, и вот таким еще пошлостью, но с некоторой налетом свежести, постоянной. Вот. И это утверждается, ну, так сказать, полемически, вот москвичу это говорят, когда он приехал. При этом, безусловно, действует правило, по которому именно Москва задает модели развития для всей страны. Ни то, ни другое нехорошо для, так сказать, социального здоровья. Я, сохраняя, так сказать, свой московский патриотизм, знаю, что вот этот вот моноцентризм наносит вред, ну, просто всем, кто живет в нашей стране. Ну, да, и России, и, собственно, и самой Москве. Да, да, и очень существенно то, что, ну, раза два или три возникавшие в истории страны такие вот попытки, ну, так сказать, некоторого плюрализма, они так или иначе обрывались. Были там, ну, где-то к концу 19 века возникало некоторое своеобразие жизни в Воронеже, жизни в Нижнем, жизни там в Хабаровске и так далее. Они стерты. Связаны с экономическим ростом. Это связано с множеством. Главное, я бы думал, с системой управления. Вот. И Москва представляет собой такой аппарат, который уничтожает разнообразие по всей стране. Вот в чем... Да, уничтожает различия. Да, вы правы. Здесь, конечно, то, что мы сравнивали Москву и Париж, Россию и Францию, то есть, несмотря на моноцентризм французской культуры, Франция сильна своими регионами. Париж совершенно в этом смысле. И региональными различиями. В этом смысле Париж, я согласен с мыслью Маши, но в этом смысле Париж не играл этой роли. Ну да, но здесь, в общем-то, конечно, большинство вопросов, я думаю, надо обращать к русской истории, к Василию Третьему, к Ивану Четвертому, к уничтожению региональной независимости, какой бы то ни было. Ну, в общем, да, мы сталкиваемся... Ну и к временам гораздо более близким к нам. Ну, естественно, и гораздо более близким к нам. К тому, что происходило и происходит на нашей памяти. Мы продолжим наш разговор о Москве после небольшого перерыва. И снова добрый вечер. Говорим сегодня о Москве. О чем еще? Две Москвы. Социальные и политические расколы мегаполиса. У нас в гостях Ольга Вензина, ведущая научный сотрудник Института географии Академии наук, Алексей Левинсон, Левада-центр, и Мария Липман, главный редактор, выпускаемого Московским центром Карнеги, журнала «Про и Контра». Ну вот, давайте, собственно, поговорим о том, почему, Ольга, вы в своей статье в журнале «Про и Контра» называете Москву архипелагом. То есть, что это, так сказать, набор каких-то отдельных островов. То есть, что это не срастается в целостную картину вот этого мегаполиса? Ну, исследователи, они вообще-то любят метафоры. Поэтому любые метафоры не нужно воспринимать буквально. Конечно, Москва – это единое пространство, которое соединено и улицами, и, я не знаю, транспортом, и всем остальным. То есть, это единое пространство. И оно единое в географическом, физическом смысле, но оно не единое в социальном смысле. Здесь слово «раскол» звучит как страшное слово, но «раскол» не значит, что он не может быть преодоленный, не значит, что нет контактов. Но я просто, говоря о этих внутренних расколах и называя Москву городом-архипелагом, я хотела подчеркнуть, что городская среда как физическая, так и социальная, очень мозаична. И это чаще всего сбрасывается со счетов. И хотела также подчеркнуть, что как раз прозвучали в предыдущей части программы слова о том, что не возникает плюрализма. Так вот, мне кажется, что в Москве этот плюрализм есть. Проблема Москвы сейчас, причем этот плюрализм сейчас уже настолько велик, что даже у центральной власти недостаточно своих властных и административных ресурсов для того, чтобы продавливать какие-то определенные решения без масштабных фальсификаций. И более того, эти фальсификации не остаются без реакции общества. Соответственно, у этого общества возникает такая проблема, если можно ее назвать так, плюрализмом без демократии. То есть возникает ситуация плюрализма, когда никто, нет большинства, то есть это большинство становится все как бы сжимающимся. И одновременно нет возможности выстроить достаточный диалог между разными группами социума. А плюрализм на чем основан? И на каких-то разных моделях жизни, на разных социальных группах, которые представлены в Москве? Ну, в присутствии Алексея я со страхом бросаюсь в социологическое плавание. Но, безусловно, этот плюрализм основан на разном образе жизни людей, на разном мировоззрении, на разных занятиях. То есть если один работает на заводе, а другой работает в офисе крупной глобальной компании, это очень разная жизнь. Вот насколько сильны, я хочу понять, в Москве вот эти вот расколы между, так скажем, индустриальным, традиционным способом жизни, способом производства и постиндустриальным, глобальным? То есть насколько Москва разделена на вот эти вот индустриальные и постиндустриальные зоны? Ну, если мы говорим о зонах, то такого буквального деления, конечно, нет. Нет, ну почему же все-таки есть какие-то промзоны, Восток? Ну, давайте мы все-таки будем говорить о городе как об обществе. Да, есть, безусловно, места, где люди, куда люди приходят, и там они работают. И мы просто связываем, когда мы говорим о неких промзонах, то мы, как в советское время, держим в памяти, что вокруг этих промзон были жилые кварталы, где жили работники этих промзон. Так же, как вокруг академических институтов или университета жили преподаватели и те, кто были связаны со сферой образования. Конечно, это вот такие существенные культурные различия, они в городе до сих пор сохранились. Но промзона, она сохраняется не потому, что, если говорить о промзоне в социальном смысле, не потому, что там предприятия находятся, потому что сейчас вокруг, ну, если мы возьмем ЗИЛ с большим планом реконструкции и строительства нового здания высшей школы экономики, это остается промзоной территории ЗИЛа. И это имя за этой территорией останется навсегда, я так думаю, потому что это уже имя, которое имеет определенную историю. Не, ну, все-таки вот эта вот часть Москвы... Но функция меняется, функция меняется, и люди меняются вокруг. Ну, я не знаю, Алексей, вот социологически вы как-то фиксируете этот раскол Москвы? Ну, поясню, собственно, с Восток и Запад, наверное, вот у меня, когда-то я ее потерял, честно говоря, очень долго висела перед глазами в кабинете карта Москвы 1913 года. И вы знаете, вот эти вот все, то, что мы сейчас говорим, расколы, социальные вот эти вот кливаджи, они были абсолютно там сто лет назад. То есть был более развитый Запад Москвы, и, соответственно, то, куда открывается Арбатская вот эта Причистинская вещь. Ну, слушайте, то, что на Востоке, туда, к Нагатинской поймы, там были всегда холерные кладбища, туда все были стоки Москвы, вода приходила с севера измытишь, туда она сливалась вниз по течению Москвы-реки. Там были лепрозории, там были тюрьмы, там были станции сортировочной и железной дороги. Вот я все видел, как вот это вот такое, так сказать, чистый, более чистый, ну, естественно, центр и Запад, и Юго-Запад Москвы, и более промышленный такой Восток. Вот это вот сохранилось в Москве? Ну, я думаю, что наши слушатели лучше нас ответят на этот вопрос, потому что все знают, сколько стоит двухкомнатная квартира в Капотне. В Бирюлево и Драгомилово. Да, в Драгомилово, в Капотне, там, на Кутузовском и так далее. И это в этом смысле на вопрос, насколько, можно дать совершенно просто определенный в рублях выраженный ответ. Но интересно то, что это, вот это, ну, как-то это называлось, социальная экология города, она, в общем, постепенно преодолевается. Ну, это во всем мире так происходит, как действительно там фабричные здания превращаются в территории для выставок. Жентрификация. Да, для клубов. Ну, вот, то есть эти процессы идут в Москве тоже. В Москве происходит, быть может, медленнее, чем в других местах, но социальные замены. Ну, вот, интеллигентский, там, Арбат заменился Арбатом сначала советских, значит, чиновников, теперь просто богатых людей, а потом туда приходят уже чиновники, так сказать, современной формации, которые являются одновременно и богатыми людьми. Вот такие замены происходят, и даже жилой фонд не так быстро заменяется, но зато вот автомобили у подъездов, вот по ним можно видеть вот это вот, ну, кто умеет читать, а в Москве умеют читать этот язык, понимают, вот, как происходит вот эта постепенная смена. Происходит также миграция, там уже не весь Кутузовский является, так сказать, тем, чем он был в Брежневске. Времена, я имею в виду, в смысле социального состава населения. Что касается, я два слова скажу о расколе или о разнице в поведении, скажем, политическом поведении москвичей, то, ну, известно, что, скажем, из работ Дмитрия Орешкина и его группы, известно, что голосование в Москве идет по-разному в разных ее зонах, при этом различие в двух аспектах отмечается. В одном это, ну, так сказать, как голосуют избиратели, а во-вторых в том, что избиратели позволяют делать со своими голосами. Ну да, как голосуют и как считают. Да, да, вот и разница в счете тоже есть, что, быть может, еще интереснее, потому что есть такие вот защищенные от фальсификации некие, ну, нельзя назвать зонами, да, но, в общем, узкие. Это какие? Орешкин знает их, так сказать, наизусть, но отчасти это вот там действительно, где живет такая, ну, задиристая интеллигенция, с которой лучше там не возиться, и вот. А наоборот, есть места, вот, ну, да, больниц, репрозориев и тюрем, где, так сказать, делаешь, что хочешь и делаешь. Где с голосами гораздо больше манипуляций. Вот. Да, Маша. В этом смысле интересно, что на наших президентских выборах в 2012 году в Москве практически все участки, на самом деле очень значительная часть была охвачена наблюдателями. И это несколько снивелировало ту разницу, о которой сейчас говорил Алексей, что есть те избиратели географически, те избиратели, которые позволяют со своими голосами делать все, что угодно, а есть те географические и социальные регионы, где, там, части Москвы, где избиратели настроены куда внимательнее и ответственнее. Но при наличии наблюдателей... Маша, наблюдатели приехали не из этих районов. Это верно. Вот их территориально поэтому. Именно, именно, я поэтому и говорю, от того, что наблюдатели, которые, собственно, ну, бессмысленно быть наблюдателем, если ты позволяешь фальсифицировать у себя под носом, ты специально для того и едешь. И особенно после очень грубо фальсифицированных выборов парламентских конца 2011 года, уже в марте 2012 прицельно московские, в основном молодые наблюдатели, старались именно ехать туда, где, как они считали, будут сильные фальсификации. И что интересно в этом смысле, что это для многих либерально настроенных, хорошо образованных молодых людей было откровением, что дело не только в фальсификациях, а что голосуют, собственно, по-разному. Ну, да. Они, конечно, не только в том, что фальсификациях, а надо сказать, что все-таки фальсификации на президентских выборах были гораздо-гораздо меньше и изощреннее, чем на парламентских, они сталкивались с тем, что фальсификации никаких нет, а результат-то совсем не тот, который они хотели бы увидеть. И это для них было открытием, что их город состоит далеко не только из либералов. И дело далеко не только в том, что либеральные голоса отдаются кому-то другому. Ну, все-таки вот уже давайте своими вещами назовем. Вот те карты, которые, Ольга, у вас статьи, я видел, скажем, голосование, какие районы голосовали за Прохорова, какие голосовали за Зюганова, да, вот в альтернативных кандидатах. Очень четко вот это вот разделение, так скажем, центра и запад, грубо говоря, за Прохорова, за выемкой небольшой на западе Филеи, вот это все около Филевской промзоны, Филии, там Очакова. И, грубо говоря, весь Восток, Юго-Восток, это Зюгановские голоса. Такая у нас электоральная география? Ну, то, что вы описали, эта картина есть. Но я думаю, что нам надо быть очень осторожными в социологии, с результатами. Вот Маша уже об этом сказала, что молодые люди были удивлены, когда обнаруживали не то, что они хотели. Даже в тех районах, где голосуют за Прохорова, все равно очень существенная доля голосов подана за Путина. Поэтому вот эта вот ситуация плюрализма, она возникает не только в масштабе города в целом, она возникает в каждом районе, она возникает в каждом доме. И вот это вот достаточно серьезный вызов для общества, который обостряется еще в связи с тем, что в Москве достаточно много мигрантов. То есть фактически существует вот второе параллельное сообщество, есть сообщество относительно благополучных москвичей и абсолютно неблагополучных трудовых мигрантов. То есть это два как бы параллельных мира, которые живут рядом. И вот это вот крупное различие, оно накладывается вот на все те различия, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни. А мигранты гетто пока никакие не формируют в Москве районные? Можно ли говорить каких-то азербайджанских, чеченских? Ну вы мне прямо стрелой в лоб. Нет, я думаю, что в Москве нельзя говорить, в Москве не существуют никакие гетто. Я стараюсь развивать идею, что в Москве существует скорее антигетто. Потому что те районы, которые являются районами концентрации мигрантов, они наиболее разнообразны по своему этническому составу. Во-первых, то есть они не являются моноэтническими. Они вообще более такие мигрантские районы. Это какие, к примеру? Ну я, опять же, не буду называть адреса, но все районы, которые находятся вокруг крупных рынков, они по определению являются более мигрантскими. Районы, которые мы рассматриваем как богатые, тоже являются мигрантскими. Потому что чем богаче люди, тем больше они нуждаются в труде мигрантов, тем больше мигрантов работают в городском хозяйстве и так далее. Поэтому это вот такое вот смешанное сообщество. Вообще, в принципе, чем богаче город, тем острее в нем выражены бедности, тем острее она проявляется, и тем больше там мигрантов. Но все-таки, смотрите, можно же нам делать какие-то социологические обобщения? Вы говорите, вот даже в каждом доме голосуют по-разному. Ну понятно. Но можно же делать все-таки, мне кажется, что дома и такие небольшие кластеры районов, они голосуют однообразно и все-таки некий усредненный социальный состав. Мы понимаем, что есть районы, где определенные школы, где определенный уровень социальной инфраструктуры. Вот. То есть мы можем делать какие-то заключения о том, что есть такие, может быть, более индустриальные, промышленные зоны и постиндустриальные зоны? Ну, конечно, мы можем делать заключения, только не надо их абсолютизировать. Вот и все, что я хотела сказать. Конечно. Именно это мне и позволило говорить, что существует две Москвы. Я-то думаю, что их существует четыре, а не две. А какие? Что вы имеете в виду? Ну, я боюсь, что я ударюсь в империи. Да это самое интересное. Ну, возможно, да. Но это просто требует аргументации больше и, возможно, более такого длительного разговора. То есть я считаю, что существует, ну, как бы четыре таких крупных мировоззрения, к которому тяготеют разные группы населения. Одно мировоззрение такое либерально-космополитичное. Это вот как раз то, что вообще, если мы говорим о Москве как глобальном городе, то мы не можем избегать космополитизма. Другое мировоззрение такое, скорее, консервативное, которому тяготеет наш президент и нынешняя власть. Есть мировоззрение националистическое, которое тоже крайне неоднородно внутри себя, потому что есть националисты как бы такого проимперского, что ли, характера, которых можно назвать имперскими шовинистами. А есть националисты, которые сторонники там русского государства, Россия для русских, и для них вот эта вот сохранность имперского пространства не является ценностью. Есть люди, которые разделяют советские взгляды. И вот эти вот все мировоззрения, они достаточно сложно взаимодействуют в городе, потому что у людей, кроме их же мировоззрения, тоже сложилось не случайно. Оно сложилось там под влиянием школы, места работы, контактов и всего остального. А то, как они жили и где они жили, среда их жизни, тоже это один из ключевых факторов. Территориально эти четыре мировоззрения как-то представлены? Представлены, да. Вот это вот самое интересное. Электоральная карта, вот Маша хорошо сказала, что выборы были наименее фальсифицированы президентские, и именно поэтому они позволили хорошо проявить вот реальные различия мировоззренческие в городе. Из-за того, что не было больших фальсификаций, стало ясно, где люди реально там голосуют, там, ну, за того же Прохорова, скажем, за какие-то либерально-космополитичные идеи. Слушай, либерально-космополитические, вот территориально, можете сказать, какие примерно округа, районы? Ну, это будет длинный список, но, в принципе, это районы голосования за Прохорова, они в наибольшей степени это отражают. Националисты? С националистами сложнее, потому что, опять же, у националистов очень много лидеров, и Жириновский, конечно, не является как таковым лидером националистов, у него есть какой-то свой электорат, но здесь можно сказать другое, что, скажем, те люди, которые разделяют такие проевразийско-консервативные взгляды, которым тяготеет наш президент, они очень часто, их голосование совпадает с районами голосования националистов или с районами голосования за коммунистов. Но у каждого есть свой электорат, и так же, как для страны в целом, скажем, электорат Путина сосредоточен в средних, малых городах и в провинции, точно так же и в Москве он сосредоточен в наименее модернизированных районах Москвы, где сохраняется индустриальная структура занятости населения, где ниже стоимость жилья, хуже его обеспеченность. То есть это вот то население, которое примерно, ну, о Москве нельзя говорить, то есть это те малые и средние города, которые существуют вот в теле Большой Москвы. В теле Москвы. То есть в основном это вокруг промзоны и вот эти вот жилые массивы вокруг промзоны. Они не обязательно вокруг промзон, потому что, скажем, жилье тех же предприятий в последние советские годы, оно не обязательно строилось уже рядом с предприятием, потому что был дефицит территорий. То есть это скорее связано не со структурой размещения промышленности, а с местами проживания людей. Продолжим наш разговор о географии Москвы после перерыва. Добрый вечер, программа «Археология». Снова вас приветствуем. Говорим сегодня о политической и социальной географии Москвы, о том, как голосуют разные московские округа и районы. Что было на выборах президента, что было на парламентских выборах, что будет на выборах мэра. У нас в гостях Ольга Вензина, ведущая научный сотрудник Института географии, Алексей Левинсон за отделом социокультурных исследований Левада-центра, и Мария Липман, главный редактор журнала «Про и Контра». Алексей. Вот мне очень хотелось бы к нескольким соображениям, которые Ольга высказала, и которые есть в ее статье. Одно из них самое, быть может, трепетное. Это соображение о том, что надо частям Москвы, вот тем, о которых шла речь, им надо договариваться. Это в высшей степени серьезное соображение, касающееся судьбы города и страны. Почему? Потому что, да, договариваться надо, это, в общем, понятно, это следует из того, что они все соседи, куда денешься. Но ведь у нас нет переговорных площадок для этого, нет никаких форум. Городская дума... Теоретически. Городская дума не место для вот этих переговоров, чтобы там были представлены вот эти части города, скажем. И, с другой стороны, мы можем указать на такую удивительную, явившуюся как бы сама собой форму, вот если не разговора, то какой-то коммуникации. Это московские митинги и шествия. Ну, все знают, что там рядом развивались флаги красные и там радужные флаги. В общем, чуть ли не всех, чуть ли не всех сил, ну, так сказать, политических или идеологических, которые в Москве представлены, кроме, ну, самой большой главной, которая, так сказать, игнорировала все это. Так вот, то, что эти люди шли в одних шеренгах или там в одной колонне, по крайней мере, это не просто, так сказать, вещь, которой надо умилиться. Ах, как вот возлег, так сказать, Агнец со львом. Это надо воспринять как один из шагов к вот этому, ну, еще не диалогу, но к возможности диалога. Эти люди вышли туда, где они могли бы встретиться. И можно пожалеть о том, что московским вот этим вот митингам был положен, так сказать, предел жестокими репрессиями, которые сейчас вот разворачиваются. В частности, еще и потому, что утрачена, ну, вот возникшая на пространстве, на городском пространстве возникшая форма коммуникации городских частей. Коммуникация, если ее не будет такой, она может принять другие формы, которые известны были там в старой Москве. Вот человеку из этой части города в ту часть города лучше не хотеть. Ведь Вашингтон, о котором здесь говорили, это город, в котором люди из той части, которая известна во всем мире, где памятники и так далее, они в три четверти, три четверти города, они не ходят. Черный город. Так, ну, что, причем тут его цвет? Нет, ну, там социально-социально неблагополучное и очень много. Там социально неблагополучное и резко антагонистическое по отношению к этому среде. Да, это есть и в Нью-Йорке и так далее. Ну, не мое дело учить американцев там налаживать диалог, но вот как не хотелось бы, чтобы было такое в Москве. Ну да, Москва в этом смысле могла быть площадка диалога, да, некая гора между, так скажем, либеральной интеллигенцией Сарбата и националистами из Люблино. Да, потому что и те, и другие представляют части страны, а не только части Москвы. И националисты из Люблино это что-то очень большое по всей стране, и интеллигенция Москвы это что-то очень большое по всей стране. Мне все-таки очень интересно, вот у нас пока наш разговор такой достаточно, все время мы оперируем абстрактными терминами. Не можете вы сказать какое-то, вот я просто, не знаю, в провокативном ключе это вот сказал, вот там, либерал Сарбата, националист из Люблино. Вот какие-то привязки такие территориальные, вот скажем, Ольга, тех вот этих ваших четырех сантиментов, да, имперско-националистического, советского, либерального и там, какой четвертый был, как-то территориально их разместить по московским районам? Ну, это будет очень некорректно, потому что, понимаете, московское сообщество все-таки очень перемешано, и люди, во-первых, они не пришиты к тому своему месту жительства, и можно жить в Люблино, при этом можно работать на Арбате и общаться где-то еще. Понятно, что человек там будет стремиться как-то найти, поменять квартиру и жить в больше социально-однородной среде, но я вообще противница того, чтобы навешивать ярлыки и стигматизировать какие-то районы. С другой стороны, ну, смотрите, я помню даже еще те старые демократические митинги 90-х всегда ходили с табличкой там «Демократический Зеленоград». Зеленоград. Было ясно, что Зеленоград – это наукоград, где большое количество людей с высшим образованием, и они стабильно поставляли демократические кадры на, так сказать, наш политический рынок. То есть вот это хотя бы какая-то, даже, не знаю, по уровню образования есть какая-то привязка? Я вам могу привести другой пример. Капотня в то время была известна как Центр экологического движения, которая тоже поставляла активистов и людей активных на общий демократический рынок. Вопрос, какие интересы те или иные социальные слои продвигают, и каких лидеров они находят. Понимаете, конечно, образование влияет, и было бы смешно это оспаривать. Конечно, и социализация людей, и их среда, и то, где они работают, влияет. Слово сказать, вот очень интересно, но это тоже вопрос для размышлений. Вот эти колонны, которые представляли разные политические силы, является это площадкой для диалога, или это является способом сделать свое движение видимым? Потому что мы же знаем, что очень часто, ну, скажем, те же большевики, которые выступали там за свободу слова, участвовали в митингах и так далее, придя к власти, первым делом отменили и права, и свободу слова и так далее. Но, тем не менее, они активно участвовали не для того, чтобы остановить диалог, а для того, чтобы сделать себя видимым, заявить о себе, заявить о своих целях. И, конечно, это вот такой очень тонкий вопрос, и для города тоже опасный. Опасный, да. Но вот когда Манежную площадь занимали одни только националисты, это одна история, когда на, ну, не на Манежной, но на какой-нибудь другой площади и националисты, и те, кто их является политическим оппонентом, это другая история. И, ну, да, есть опасность, и прямые демократические выборы, как известно, привели в Германии нацистов к власти, но это же не повод их отменять. Я хотел бы вот сказать, что, да, очень интересно именно прогружаться в археологию Москвы там и смотреть историю Арбата и его развернутость на Запад и так далее. Но мне кажется, что именно в последние годы, вот, я прямо скажу, это были путинские годы, в течение которых экология Москвы стала перемешиваться, и центры какие-то стали меняться, и меняться достаточно быстро, так сказать, при жизни одного поколения. Ну, я уже говорил об этом, там какие-то дворянские районы стали осваиваться другим, да, ну, нет, ну, почему там можно говорить о районах даже за пределами, там, Садового кольца, есть такие, так сказать, патриархальные районы, которые, наоборот, становятся там, там сейчас кондоминиумы возникают и так далее. Ну, это были, ну, так называемые хорошие места, да, вот это одна... Ну, или, например, Куркино, да, Куркино, там, у вас, Ольга, вот, я помню, самый высокий в Москве уровень среднего и высшего образования, да, вот это у вас. Вот, и ещё я бы обратил внимание, Химки никто не назовёт это, так сказать, гнездом, там, русской интеллигенции, да, а один из самых сильных очагов протеста был, это борьба за Химкинский лес, да, который притянуло, так сказать, либеральные силы, ну, уже, можно сказать, в масштабе страны. Так что здесь скорее интересно смотреть, как начинает вот вся эта картина становиться динамической, вот, это, по-моему, гораздо более важно и с точки зрения прогнозов, вот. Ну, хорошо, с точки зрения... И добавим, простите, я добавлю последнее, и непрерывные попытки власти что-то сделать, кого-то выселить в Питер, кого-то выселить за пределы Москвы из, как бы, из своей собственной среды. Вот власти, это в этом журнале помянуто очень хорошо, она чувствует себя в Москве неловко, вот, что интересно. Созавши такую Москву, она теперь в ней себя, это, так сказать, рубашка ей... Ну, она вообще, в общем-то, чужая, Москве, это не московская власть, даже не то, что она питерская, она, ну, я не знаю, ведь не случайно же это оппозиция Уралвагонзавода, и мы завезем, так сказать, мы с мужиками приедем с Урала и, так сказать, покажем этим московским интеллигентам, что такое настоящая Россия, вот это весь, так сказать, пафос 12-го года. Ну, приезжали же шахтеры, жили в Москве. Ну, да. Ничего не получилось. Стучали касками по горбатому мосту. Ничего не получилось. Ну, они, скорее, да, не против власти, они не то, что против москвичей и за власть. Здесь именно то, что вы подчеркнули, власть, она абсолютно чужеродна Москве, и как это проявилось 7-го мая 2012-го года, в день эягорации Путина, да, когда был вот этот вот абсолютно фантасмагорический голливудский пролет камеры, пролет этих кортежей по пустому городу без москвичей. Маша? Я бы сказала, что помянутый здесь Уралвагонзавод, это как раз продукт изменившегося проекта власти, изменившейся модели в отношении с обществом, потому что на всем протяжении первого десятилетия правления Путина, лидерства Путина, он не всегда в течение 10 лет был президентом, курс-то был все-таки на нивелирование различий, на демобилизацию. Чтобы те различия, которые существовали и даже раздирали общество в 90-е годы, чтобы их как-то утихомирить, чтобы их куда-то отодвинуть, маргинализовать, и чтобы люди в политику не вмешивались, и ею бы не интересовались. И этот проект был вполне успешен, и в частности он был успешен в Москве тоже, где больше концентрация, скажем, постиндустриального вот этого населения. Я напомню, выборы 2009 года в Московскую Городскую Думу чудовищно фальсифицированы, настолько, что поразительным образом фракции в Большой Государственной Думе в знак протеста против фальсификации вышли из зала заседаний, а московское население не проявило как-то не малейшего интереса, и как раз результаты опроса Левада Центра показывали, что люди и ждали фальсификации, и когда они случились, не удивились, и как-то прошли мимо. И в те времена наши муниципальные депутаты вообще никого не интересовали, никто не знал, как их зовут, и никто не обращал внимания на эти выборы. А вот с изменением отношения к власти, отношения к режиму и к тому, как власть относится к народу, который проявился так ярко в конце 2011 года, власть ответила на это уже не попыткой как-то снивелировать, и как-то утихомирить, и как-то примирить, а наоборот. Она ответила попыткой восстановить консервативное большинство против того модернизированного меньшинства, которое главным образом выступило в Москве, и восстановить, и натравить с помощью Уралвагонзавода, конечно, не конкретно, а просто вот это, как символ того другого населения. Конечно, все это носит такой очень грубый, резкий характер, не то, что Россия вся делится на Москву и Уралвагонзавод, но используется именно такая модель. И интересно в этой связи, мне кажется, что когда, особенно в Москве, граждане стали проявлять гораздо больше интереса и в ответ на жесткие действия власти заинтересовались политикой гораздо больше, более-менее послали власти сигнал, мы не хотим больше жить спиной к политике. Нас политика тоже интересует. У нас были очень интересные результаты выборов муниципальных депутатов. Когда мы смотрим на выборы президентские, там два, три, четыре кандидата, конечно, все очень приблизительно. Я очень понимаю, когда Ольга не хочет идти вслед за вами и говорить, вот это вот Прохоровский район Москвы, а это вот там Путинский район Москвы. Но интересно мы с муниципальными депутатами. И мы увидели на этих выборах, что муниципальных депутатов не из Единой России и не из КПРФ, а так называемых независимых, довольно в Москве много. Не все из них являются либеральными, но довольно много и либеральных тоже. И вот они оказались как раз сконцентрированы. Они не размазаны по всей Москве, там по два человека на каждый округ, а они сконцентрированы в нескольких местах. И я не все эти места назову на память, но я знаю, что район Дорогомилова имеет большинство, скажем так, условно анти-Единой России муниципальных депутатов. Насколько я помню, район Щукино тоже выбрал большинство депутатов не из Единой России. Где-то на Юго-Западе были такие районы. Наверное, я назвала они все, но тем не менее они были сконцентрированы. И поэтому можно говорить, ну, конечно, с некоторым приближением. Но даже когда мы говорим, скажем, про Соединенные Штаты, что вот эти, как принято говорить, эти штаты красные, а эти синие. Ну, не то, что там прям сто процентов. Конечно, нет. Там, может быть, большинство и, может быть, даже очень значительные, но все равно и там живут люди. Есть же какая-то электоральная география, которая позволяет нам делать вот эти приближения. Вот вы назвали эти районы. У меня есть тоже здесь статистика, где голосовали меньше сорока процентов, получил Путин в 2012 году. Те же самые районы. Арбат, Дорогомилово, Хомовники, Гагаринский, Сокол. Ну, собственно, что здесь скрывать-то там? И более богатое жилье, и люди, больше процентов людей с высшим образованием. Да, мы понимаем, и там гастарбайтеры живут, и здесь много мигрантов и так далее. Но все равно сохраняется же электоральная география. Алексей, вот скажите, вы изучали митинги. Да. Вот на митинге есть какая-то, так сказать, что вот я вас слушаю, начинаю думать, что такая Москва уже у нас многообразная, интересная, и везде такой социальный замес, что ровными колоннами отовсюду пришли люди на митинги из востока и из запада Москвы? Значит, я вам, так сказать, добавлю соображение, опять же, не мое, а сошлюсь на Дмитрия Орешкина, который по своим, значит, каким-то разысканиям обнаружил, что вот аж голосование в 1918 году, география электоральная, в общем, ну, если пересчитать тоже, так сказать, тогдашних либералов взять и сегодняшних, в общем, оно было и по России, вот были города такие, города эдакие, и по Москве, вот при том, что сколько раз сменились просто поколения с тех пор. Значит, ну, что-то, да, что-то есть такое, так сказать, очень глубинное, ну, там, в матрице какой-то там, каждой культуры и так далее. Так что, да, это есть, сопротивляться этой мысли я не хочу. Но я просто хотел подчеркнуть о том, то, что мы жили в совершенно статической среде, ну, вот я прожил в Москве под 70 лет, и думаю, что вот 60 или там 50 из них я жил в среде, которая была очень статическая, хотя за это время там переменилось тоже население, там после войны была иммиграция и прочее. И поехало, вот это поехало сейчас. Да, это все сохраняется. И, конечно, очень интересно ведь, но, насколько же все это гораздо более живо сейчас. Да, приходят одни районы, посылают много на митинг, а от других приходят единицы. Но эти единицы, они могут, например, быть учителями какой-то школы. Автозаводский район, да, там, ну, как говорится, чего искать? Зиловский, Зисовский, по сути дела еще, Зисовский, Зиловский контингент жил, да? Завод Сталина, да. Да, да, да. А, скажем, Юрий Александрович Айхенвальд преподавал там. И есть плеяда его учеников, расселившиеся по всему миру, можно теперь сказать, но и по Москве тоже. И это, вот такие очаги, они... Ну, это единицы, вы говорите, но это же не социологические и электорально значимые цифры. Ну, электорально значимые, да. Сколько в результате, я не знаю. О них уже сегодня здесь говорили, да. Известно, что... Сколько пришло с Ленинского, а сколько пришло с улицы Мастеркова на выборы. Можно же посчитать, эта география останется. Можно, ну, видите, я думаю, что мы, в общем, в конце концов, получим то самое, чего мы уже и так знаем. Ну, что ж, так сказать, зачем употреблять, так сказать, социологию, крутить его в холостую? Да. Да, вот я очень разделяю точку зрения, что не нужно социологию крутить в холостую. Если мы получаем все время то, что мы и так знаем, значит, надо подумать о том, наверное, какие-то наши исходные посылки где-то неверны. Вот вы просто все время склоняете нас к тому, чтобы мы рассуждали в категориях как бы большинства, некого доминирующего большинства и подчиненного меньшинства. Вот мне кажется, что у нас сейчас принципиально меняется ситуация. Я уже говорила об этом, что большинство размывается. Вот если мы смотрим на выборы в тех же Соединенных Штатах или во Франции, то мы видим ситуацию, где практически общество разделено пополам. Или иногда оно бывает разделено на три группы. То есть мы практически сейчас приходим к ситуации, когда мы уже не живем, что у нас есть большинство и есть некое меньшинство. То есть как раз мы приходим к ситуации необходимости согласования и поиска общих решений, потому что нас как раз власть пытается вернуть к этому состоянию. Но московская пытается, потому что эта ситуация более простая для управления. Да, такой раздел. А московское сообщество, оно становится уже настолько сложным, что оно даже вот в расколу той модели уже не вписывается. Ну вот, да, единственное, что хотелось бы, чтобы у нас были площадки, где могли бы между друг друга видеть, друг друга опознавать и между собой договариваться. Чтобы эти площадки были все-таки не митингами, а какими-то более стабильными институциональными площадками. И ближайшее, которое я вижу впереди по ходу, это выборы мэра. Потому что как бы к ним ни относиться, это все-таки некая институциональная игра. Игра по скайпу, так сказать, заданным властями правилам, но в которой можно попытаться заполнить своим контентом, да, своими интересами. И я хотел бы закончить этот выпуск нашей программы с призывом показать на этих выборах, что мы гораздо более продвинутая, многообразная, многоцветная Москва, которая уже уходит от советского прошлого в какой-то глобализм и постиндустриализм. И все это есть возможность нам заявить на выборах мэра. Я благодарю вас за участие в этой программе. Ольга Виндина, Алексей Левенсон, Мария Липман. Это была программа «Археология». Я Сергей Медведев. Доброй ночи и удачи.